Подробнее о победителях конкурсов педагогического мастерства смотрите завтра в программе «Один день с профессионалом», сразу после нашего информационного выпуска. А сейчас к другим темам. Виртуозное вождение и идеальное знание правил дорожного движения. В Чебоксарах прошел республиканский конкурс среди преподавателей автошкол. За соревнованиями наблюдала моя коллега Галина Титарчук. Тот, кто обычно сидит рядом с будущим водителем, сегодня сам в роли студента. В числе конкурсантов лучшие инструкторы со всей республики. Мы второй год проводим соревнования мастеров производственного обучения. Вот представители лучших автошкол республик сегодня собрались 28 участников. Первый этап соревнований – теория. Причем здесь учитывается не только правильность ответов, но и время, затраченное на прохождение билетов. Некоторые конкурсанты 20 вопросов решили менее чем за 2 минуты. В целом они решали хорошо. Конечно, наверное, сыграл немаловажный факт, такое волнение. Были инструктора, у которых даже было по 5 ошибок. А есть и отличники. Далее автодром. Владимир Макаров первым вышел на трассу. Признается, было сложно. Что-то я тут с коробкой не разобрался, видимо. Машина не своя. Первый раз на нее сел. Конечно, нюансы управления есть на чужой машине. Быть лучшим? Ну, хочется, конечно, за свою организацию, за свой политехнический техникум. Молодежь опережает, я скажу так. Ребята молодые, инструктора, они пошустрее, порезвее. Один из таких молодых конкурентов – Василий Антонов. Свои шансы оцениваю наравне с опытными инструкторами. Испытания само по себе сложные. Каждый участок требует особого внимания. Но, думаю, пройти можно. Практический экзамен у инструкторов автошкол гораздо сложнее, чем у курсантов. Некоторые испытания на площадке приходится преодолевать задним ходом. Мало кто обходится без штрафных баллов. Тут же на соседней площадке соревновались инструкторы по вождению на грузовиках. На этой трассе в прошлом году не было равных Андрею Ложкову. Проходим в «Змейку» передным и задним ходом. Сканал обязательно. Зеркала смотрим. «Змейку» проще выполнить задним ходом, чем передным. Желание есть всегда победить. Но сейчас участники уже более подготовлены, чем в прошлом году. Конференция большая уже. Но я не поддаюсь. Тем не менее, в этом году Андрей Ложков занял только пятую строчку в турнирной таблице. Лучшим стал Дмитрий Шикеев из Чебоксар. А среди водителей категории «Б» приз забрал Станислав Журавлев. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, «Республика». Дмитрий Шоклев, «Республика».